Всем привет! Это видео о том, как сбросить или восстановить пароль от учетной записи Windows. Рассмотрим случаи, когда доступ к другим учетным записям компьютера есть или доступ к системе полностью отсутствует. Windows для сохранения паролей пользователей и управления ими используется система SAM. Вся информация в ней хорошо защищена и узнать ее непросто. Но часто, совсем не обязательно именно узнать пароль. Достаточно сбросить и войти в систему без пароля. Давайте рассмотрим, как это сделать. Утилиты нет графического интерфейса. Тем не менее, она очень проста и понятна. Графический интерфейс отсутствует, так как она работает из загрузочного диска без загрузки Windows. Но именно так она получает доступ к хранилищу паролей. Ведь сбросить пароли с подработающей системы не предоставляется возможным. Итак, чтобы запустить Offline NT Password and Registry Editor, перейдите на страницу программы. Закладка Boot Disk и скачайте архив для USB. USB 14.0201.zip. Files for USB Install. Как видите, здесь также есть образ для создания загрузочного CD диска. Но мне кажется, что создать флешку проще и более актуально в нынешнее время. Разархивируйте его. Это файлы для загрузочной флешки Offline NT Password and Registry Editor. Как видим, это просто набор файлов. Из них нужно создать загрузочную флешку. Из которой в дальнейшем запускать программу на нужном компьютере для сброса пароля. Чтобы создать её, рекомендую воспользоваться WinSetupFromUSB. Почему именно этот инструмент скажу дальше. Программа также бесплатная. Ссылку на официальную страницу для скачивания оставляю в описании. Скачайте. Разархивируйте и запустите его. Запускайте версию в соответствии с версией вашей Windows. У меня 64-битная. Вставьте флешку в USB порт вашего ПК. Выберите её в WinSetupFromUSB. Отметьте AutoFormat. Здесь всё оставляем по умолчанию. Дальше отмечаем функцию, из-за которой я использую WinSetupFromUSB. Это выбор способа создания загрузочной флешки. Offline NT Password and Registry Editor нужен именно последний из перечня. Sys Linux Boot Sector. Созданная другим способом загрузочная флешка Offline NT Password and Registry Editor не будет работать. Указываю путь к папке, с скачанными ранее файлами USB 14.0.2.0.1. И нажимаю Go… Да… Да… И дожидаемся окончания создания нашей флешки. Ок. Всё. Загрузочная флешка с Offline NT Password and Registry Editor создана. Теперь переходим к компьютеру, пароль Windows на котором необходимо сбросить. Как видим, на нём есть несколько учётных записей, на вход в которые установлены пароли. Чтобы сбросить пароль от нужной нам учётки, загрузимся с созданной флешки с Offline NT Password and Registry Editor. Способ загрузки компьютера с данной флешки ничем не отличается от загрузки компьютера с любой другой загрузочной флешки. Подключите флешку к ПК и выставьте в BIOS или UEFI первым загрузочным устройством USB. О том как сделать это у нас есть отдельное детальное видео. Смотрите его по ссылке в описании. В первом окне нажимаем Enter. После этого загружается непосредственно интерфейс самого инструмента. Обратите внимание на то, что здесь написано. Автор не даёт никаких гарантий и не несёт никакой ответственности за возможные принесённые данной программой ущерб. Чтобы продолжить загрузку Offline NT Password and Registry Editor нажимаем Enter. Дальше просто внимательно читайте, что пишет сама программа. Она сама указывает, что дальше делать, что выбирать и какие клавиши нажимать, в зависимости от желаемого результата. Итак, шаг 1. Нужно выбрать номер раздела, на котором установлено Windows. Ориентироваться придётся в первую очередь по его размеру. В принципе, до самого последнего момента программа не вносит никаких изменений в Windows, поэтому в случае ошибки можно просто начать процедуру сброса пароля заново. Но программа сама определяет системный раздел и предлагает вам выбрать его. В подсказке мы видим единицу. Вводим 1. Enter. Пошли какие-то технические данные. Я нажимаю Escape. В результате отображается меню подсказка, в котором указано. Чтобы увидеть следующую строку нажмите Enter. Пробел следующую страницу. Q – выход. R – показать всю оставшуюся информацию. Нажимаю R. В результате отображается следующее меню, в котором необходимо выбрать дальнейшие действия. Выбираю первый пункт Password Reset, так как мы собрались сбросить пароль. 1. Enter. Шаг 3. Исправление пароля или реестра. Снова выбираем первый пункт Edit User Data and Passwords. 1. Enter. В результате программа отображает нам перечень пользователей, то есть названий учётных записей данной операционной системы и предлагает ввести рид номер того, пароль которого нужно сбросить. Смотрим предлагаемую табличку. Есть колонка User Name с названиями учёток пользователей. Напротив каждой в первой колонке таблицы указан её уникальный рид номер. Определяем нужный нам. Вписываем его в предлагаемое поле и нажимаем Enter. Перед нами отобразилось ключевое меню, в котором необходимо выбрать действие, которое программа осуществит с учётной записью. Обратите внимание на данное меню. Здесь, кроме сброса пароля, можно выбрать разблокировать аккаунт пользователя, изменить тип учётной записи на администратор, добавить или удалить пользователя из группы, а также выход. Выбираю один, сбросить пароль и нажимаю Enter. Всё. Почти готово. Выходим из программы. Вводим Q. Нажимаем Enter. Ещё раз Q. Enter. Соглашаемся с внесением изменений, введя Yes. И ещё раз нажав Enter. Отказываемся от дальнейшей работы в оффлайн NT Password and Registry Editor. N – No. Извлекаем флешку или CD-диск и перезагружаем ПК. При следующей загрузке системы мы видим, что пароля для входа в учётную запись нужного нам пользователя больше нет. Нажимаем кнопку Войти и входим в систему. Всё. Пароль сброшен. Таким образом можно сбросить пароль учётной записи пользователя, если у вас нет к нему доступа вообще. И это не единственная бесплатная программа для этой цели. Есть и другие, как John the Reaper, AircrackNG, Rainbowcrack, Offcrack и т.д. Это что касается сброса пароля Windows. Но если на компьютере несколько учётных записей и у вас есть доступ к одной из них, то восстановить или узнать пароль от других учёток также можно. Правда, встроенные Windows инструменты возможности сделать это не дают. Политика безопасности. Но пароли от других учёток Windows одного компьютера можно узнать или восстановить, используя сторонние приложения. Как, например, Elcomsoft Proactive System Password Recovery или Loft Crack7. Ссылки на официальные страницы программ будут в описании. Говорю сразу, что программы платные и стоят не дёшево. Но, наверное, лучшие в своём роде. Детальный обзор программ делать не буду. Только покажу, как с их помощью посмотреть или восстановить пароль от своей или другой учётной записи компьютера. Итак, запустите Elcomsoft Proactive System Password Recovery. Интерфейс программы предельно прост и для выполнения простых задач никаких дополнительных знаний от пользователя не требует. Для просмотра паролей и учётных записей данного ПК будет достаточно функций главного меню. В закладке Logon Parole можно увидеть данные по текущей учётной записи. Имя компьютера, пользователя, разрешение автоматического входа в систему и подсказку о пароле. Нажав закладку хэш и пароли, вы увидите данные обо всех существующих учётных записях данного компьютера. Как видим, в моём случае их две – Ирина и Валерий. Остальные системные, о чём отмечено в комментариях. System Password Recovery показывает информацию по ним. Это уже знакомые нам read-номера, hash-lm, hash-ntlm, статус учётной записи, подсказки к паролям и сами пароли. Всё предельно просто. Функций у программы очень много, но разбираться мы в них не будем, нам этого достаточно – пароли взломаны. Кстати, у программы есть бесплатная пробная версия. Она ограничена и показывает только два первых символа пароля входа в учётную запись. Loft Crack 7 У данного инструмента также есть пробная триальная версия. Она ограничена пятнадцатью днями использования или просмотром информации по десяти аккаунтам. Итак, запускаем программу. И выбираем мастер проверки паролей – Password Auditing Wizard. Дальше, если вам просто необходимо узнать пароли других учётных записей данного компьютера, просто нажимайте далее всё время. Выберите систему, локальная или удалённая машина, тип учётной записи, тип или сложность проверки, отображаемые данные и так далее. Как видите, для обычного ПК я всё оставил по умолчанию. В результате запустится процесс сканирования системы, в результате которого программа отобразит обнаруженные учётные записи и данные по ним. Среди прочих – пароли для доступа, они будут в столбике NTLM Passwords. Таким образом можно получить доступ к учётным записям Windows и хранимых в них данных, даже если вы не знаете пароли от них. Если же кроме доступа к данным пользователя учётной записи, вам необходимо просмотреть историю посещённых им сайтов, нужно просмотреть полную историю используемых на ПК браузеров, восстановить удалённую историю посещений сайтов и посмотреть нужную переписку в социальных сетях, то для этого рекомендую специальный инструмент Hetman Internet Spy. Ссылка на видео о том, как работает программа и на страницу для её скачивания оставляю в описании. На этом всё, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал, если видео оказалось полезным. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока!